Ну, пойдемте. Ну, хорошо, давайте. Привет, меня зовут Максим. Все мы смотрим новости и знаем, что до сих пор дети уходят с незнакомцами. Сегодня мы проведем непростой эксперимент. Посмотрим, поверят ли дети моему персонажу и как отреагируют взрослые. Ой, слушай, думал упадешь. Ты хочешь в клипе сняться? Килос там еще и играть. Слушай, ты в тиктоках разбираешься? Ну, он на зарядке стоит. Ну, я не знаю, как войти. Давайте, могу. Где кочевок? А тут недалеко совсем. Мороженое любишь ли? Попкорн, лампа, какой-то фон. Музыка там всякую. А встать можешь в полный рост? Урываешься, урываешься, урываешься. Я уже слился с родителями. Мужик, мужик вообще внимания ноль. Я не пойду с незнакомцами. А в чем дело? Да, и смотри, чтобы дети не пострадали. Сейчас я маме позвоню. Мне какой-то дядя пристает. Мам! Погнали, погнали. Слушай, я тебе говорю. Ну, буквально, там минут пять и все. Ну, хорошо, давайте. Ага, ну, пойдемте. Вот-вот, здесь мы учили. Песят. Не всех взрослых надо слушать. Вот туда вот посмотри. А знаешь, для чего дядя камера? Чтобы другие смотрели и запоминали, что так делать вообще нельзя. Непонятно, как. Я испугался очень. К ребенку обращаться, одними взрослыми. Ну, что ж, дети знают, как вести себя и что делать в таких ситуациях. Но все-таки некоторые из них продолжают поддаваться уговорам. Так что напомните своим детям. Звони родителям и говори о том, что происходит. Смело звони по номеру экстренных служб, если не чувствуешь себя в безопасности. Не разговаривая с незнакомым человеком, не отвечая на его вопросы, не реагируя ни на какие предложения и просьбы о помощи. Ни в коем случае не уходи в безлюдное место, плохо освещенное место, если за тобой кто-то идет. Обращайся за помощью к человеку с ребенком, полицейскому, охраннику. Кричи. Кричи.